Слава об уникальных неглюбских рушниках за пределы небольшой деревушки в Ветковском районе распространилась уже давно. Сейчас мы познакомимся с мастерицей, которая оберегает текстильные традиции. Татьяна Суглопова с новых ткачества узнала от матери. Со временем женщина стала посещать кружок по этому направлению, а затем работала на местной ткацкой фабрике, пока ее не закрыли. Сегодня в местном Доме культуры Татьяна передает секреты ткачества своим ученикам, которые на занятия ходят с большим удовольствием. Усильчивости больше, наверное, у мальчиков все-таки, потому что испокон веков ткач – это была мужская работа, потому что надо было забивать сильно, чтобы полотно ткать. Сила большая надо, ткали мужики. В музее рассказывают, что вот это были узоры, например, там на свадебные, это на похороны. Я, например, не вникаю в эту глубину, я тку все узоры от души. Понравился узор – я тку. Иногда вроде начинаешь ткать узор, ну так, ничего. К концу ты уже не можешь его доткать, потому что он тебе не нравится. Уже все. Рушник, можно сказать, испорчен. Поэтому вот от настроения зависит много и от того, на первый взгляд, узор вроде бы приглянулся, а когда начинаешь ткать. А какими главными качествами должен обладать ткач или мастер? Усильчивость в первую очередь. Вот это терпение и усильчивость. Потому что считать надо все время, вот видите, по три ниточки. Вот это постоянно у нас надо считать. Вот каждый узор у нас нарисован в клеточку тетради. Каждый узор у нас нарисован в тетради в клеточку. А потом мы его переносим. И вот получается у нас вот эти вот клеточки, вот эти вот, нам постоянно надо считать их. Какие самые главные советы даете молодым начинающим ткачам? Не спешить и не волноваться. Хотя мы сами волнуемся. Может, вы хотите попробовать ткать? Ну да, давайте. Кажется, что нужно иметь просто восемь рук. Нет. Вот часть ткачества, и все становится на свои места. За 10 минут у меня получилось сделать вот три ряда. Как говорят опытные мастерицы, я справилась, и это довольно неплохой результат. Это очень кропотливый труд, и тебе не хватает просто внимания, потому что здесь только всяких мелких деталей. Тут на одну нажми, тут к ниточку придержи. Как говорят опытные мастерицы, полтора часа надо с этим поковыряться. И тогда вы точно разберетесь со всей схемой. Приезжайте в Неглюбку, в августе здесь будет проходить праздник в качестве кроссинцы, и у вас будет прекрасная возможность научиться этому ремеслу.